привет всем я же таки добралась и решила снять это тушное видео о поливе на фитиле но мне кажется что последнего вопросов будет еще больше слишком мы конечно переживаем за наших красавиц и стараемся им все самое лучшее преподнести поэтому мне кажется чересчур пытаемся углубиться в некоторые темы которые совсем на поверхности но я решила уже снять рассказать в общем чтобы вам было вот точно точно понятно хотя уже на каждом канале практически об этом рассказывают и в общем снимаю я каждый день показываю как меняется что меняется что происходит и я поняла что я уже снимаю это чуть ли не неделю и думаю пока пока я его до снимаю это видео потому что там каждый день по кусочку то я думаю я же ничего не выставляю вот поэтому меня кое-где тут лучики солнца попадают в окошко я взяла камеру вот еще ко мне сегодня приедут родные и ближайшие несколько дней я вот точно бы этого не сделала поэтому я решила решила поснимать вот такой огромный красивущий цветок это как ее прямо виолина golden piano ой боже не не ту бирку тяну щас 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 она просто продавалась как махагония поэтому все время забываю а black piano потому что я ее ждала год под названием махагонии и я еще думала боже какое красивое имя я видела в живую бабочку такую они бабушки моей жили мы видели этих огромных красивенных бабочек вот и мне очень нравилось что вот орхидею этим именем назовут а потом спустя какое-то время сказали что она будет black piano называться вот от этого она хуже конечно не стало но я теперь иногда вылетает у меня имя ее с головы и вообще я начала замечать я раньше честно без бирок вообще могла рассказать кто кто где как когда а сейчас конечно уже до сложновато он покажу вам вот что же что же посмотрите какая красота невозможная и просто интересно в бабочки это будет три сантиметра это сейчас я вам скажу как она именно у меня называлась потому что тоже имеет два названия не помню от кого я брала но это садовник joy joy spotted butterfly а есть еще у нее имя одно не помню как она называется но это не суть дела я вставлю фотографию как как заявлялась у нее конечно очень сильно красивая губа на тут солнце то где нет солнце нет в общем губа тут очень красивая усище этот краб очень классно но вот все что сверху мне не очень если честно к сожалению вот как то так и что поделать вот это моя прекрасная незнакомка так ее имя я не встретила просто красивая бабочка вот без имени так вот это сил крот какая-то там ящерица шелкового пути она у меня продолжает вести она первые цветы по засушивала все остальные держит они у нее при закрылись немного вот так таким полу пилорчиком мне нравится красивая она распустила видите у нее такое прям два каскада тут аж до низу вон они эти цветочки красивые очень классный сорт мне нравится так здесь вам покажу их леопардов желтый леопард вот эта ветка вот только-только открылась вот летние цветы у нее видите здесь вот зимние цветы не зимняя на тоже так поздновато и дала вот тут слита все практически в лак такой а здесь обычный тонкий цветочек просто чуть больше крапа так вот жара температура и этот более такой какой-то ближе к чармеру что лет как это горчичный цвет этот был прям желтый сейчас конечно желтизна ушла но он очень плотный и вот это ряд он очень красивый цвет очень сорт вообще расцветка и так прям моя расцветка вот единственное конечно мне бы хотелось бабочку на таких бабочек я пока не видела ни у кого вот иногда даже бывает у девчат там я смотрю покупали обычный какой-то сорт еще таких сборов не было на какую-то бабочку не случайно зацвела там одна допустим да из всех что были куплены но вот это мне не встречалось ни разу еще бабочки конечно если придется прям совсем совсем сокращать до него дойдет рука но пока место позволяет он у меня будет вот я его не хочу продавать я его один отдам маме мужа один сестре вот и буду к ним приезжать в кости не меня будут радовать вот у них место точно найдется на этих красавцев они очень классные я им котов подарила им коты нравится это для меня такой желтый код поэтому им тоже это очень-очень зайдет вот но пока место есть они меня тут радует может я позже до нее доберусь вот потому что у меня их два а место а место есть видите у меня просветы есть просветы ничего себе у меня даже есть куда моих разросшихся подростков ставить наконец-то и вы знаете это очень классное ощущение когда ты хочешь новую орхидею и можешь ее себе позволить тебе есть ее куда поставить они так боже я опять заказала что мне с ней делать куда и ты тут начинаешь несколько дней пока ее сушат и отправляют делать махинации чтобы просто впихнуть а сейчас если мне захочется я могу поставить а не может не захотеться если честно хотя я вот вам говорила да я пока не купила ни одного растения после этого одну мне так прям сильно в душу запала я продавцу написала на продавец мне не отвечает несколько дней вот ну и если не ответит то как бы так и будет вот но я вам сейчас подставляю много фотографий красивых чего-то чего еще не показывала что такое в продаже сейчас есть и вот не хотеть их невозможно поэтому сдержаться сложно конечно пока подобное что-то где-то есть либо цена слишком кусючая поэтому я просто любуюсь и предлагаю полюбоваться со мной так вот и все Продолжение следует... 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 Так, я дегасу к своему дега, вернее. Мне сказали не дегас, а дега. Вот, я ему вставила фитиль, и у него цветы стали плотнее, он не допивал. Вот, теперь, когда он получает больше влаги, он как-то стал свежее выглядеть, хотя цветам стало больше, да, и они должны уже выглядеть хуже. Ровно как и с моими уралами. Какие-то они такие подвягшие, немножко такие были, подспущенные у них были цветочки сами, да, лепестки. Мне что-то так не очень понравилось сначала. Вот, тоже посадила на фитили их, и им прям стало сильно лучше, мне вот нравится. Вот, а еще мне нравится, что у меня вон место есть, там есть, там есть. Я их поставила свободнее, и прям поливать мне стало их проще. Это перестало быть вот этими шахматами, когда ты не знаешь, что куда поставить, как это все всунуть. Просто берешь и даже можешь вставить не на то же место, не в том же положении, листьями в другую сторону, и ты найдешь всем, всем остальным, куда поставить свое другое даже место. Вот, поэтому немножко стало легче. Ну, надолго ли, конечно. Ну, пока так. Так, что тут с деткой? Детка молчит. Так, ой-ой-ой, а у меня что-то? Это тоже Урал. По-моему, тоже детка. Короче, Наташа. Я так подозреваю, что такие тебе повезет. Вот это, по-моему, детка. Ладно, пока не закатываю. Верх похож на цветоносик. А это очень похоже на детку. Ой, ну, хорошие новости, что сказать. Тут пока еще неизвестно, что будет. Я им понамазывала почки. Там очень много корней у них у всех. Поэтому я решила, что я попробую. Вот, бабочка пока молчит. Так, что я вам показываю? Показываю вам заклеенные свои окна. Вот бабочку и тут я мазала, и вот здесь я мазала ее. Ну, я думаю, что она пока цветет. Скорее всего, она ничего там не сделает. Ну, посмотрим. Сейчас положу камеру, там еще посмотрю я, что там происходит на Урале. И тут, кстати, вот Митсаммер мой. Что-то тоже. Тоже буду смотреть внимательно потом. С март у меня выдал цветонос. Я сломала. Думала, выдал опять цветонос. Нет, детка. Уже есть листики. Наверное, сейчас залезу. Покажу вам детей на полке и покажу вам пенивчик свой. Вот. Ну, и кому интересно, тот посмотрит. Вроде ничего такого там супер содержательного. Но я снимаю видео о фитиле. Вот. Так что пока покажу немножко красоты. Тут вот еще так красиво у меня расположились после последнего полива Хани, силуэт и Милан. Три вида мутаций. И так это все красиво. А чуть-чуть ниже у меня бабочка Урала. Четыре даже вида мутации. Сюда еще какой-то три липс всунуть. И вообще супер. И такие у всех нежные цвета, красивые. Куколки прям. Да, этот сезон как-то прям, знаете, хорошо. У меня вполне себе хорошо еще цветут орхидеи. Уже не за горами. Сентябрь, октябрь. Выпуск новых цветоносов. Поэтому это радует. Когда такая красота на подоконнике. Это радует. Вот и Хани красотуля. Хани действительно мне писали, что цветет как замороженная. Я, наверное, за все время с этой шапки сняла, может, два цветочка. Ну и то, это все мой не всегда своевременный полив. У нее цвет такой стал более пепельным. Но она все равно красивая. У нее яркая губа. Вот. Губа немножко зеленцу приобрела. И тут снизу, где краб, тоже зеленца. Вот это вот акация у меня за окном. Жалко, что она мне тут закрывает весь свет. У меня уже прям мысли были взять секатор, пойти отрезать. Она очень разрослась. Никто этим не занимается. Вот. И она как раз у меня сбоку. Там, где вот отсюда у меня попадало солнышко. Сюда. А сейчас вообще ничего не попадает. Вообще, думаю, а стоило ли притенять мне это окно. Хотя оно раньше было очень жарким. Вот. Ну, как есть. Лучше так, чем горят. Этот цветок я, видать, таскала, когда, наверное, побила его немножко снизу. Вот. Вот эти цветульки стараюсь беречь, чтобы не повредить. Так. Где-то тоже он тут у меня что-то выпускал. А. Вот у меня, кстати, он выпускал цветонос, и я его ломала тоже. Ну, тут пока... Тут есть такой зар... Не увидите его? Я прям вижу там такая пипка маленькая, как зарождается. Вот. Ну, что-то может из этого вырасти. Ну, вот. Пойдет ли оно в рост? Это я пока не знаю. Ну, вот так. Ну, что, покажу вам сейчас деток. Так. Вот у меня СА-36, по-моему, да, я вам фотки вставлю. Три липс у меня зацвел. Очень-очень красивый. И вот я мазала ему тоже почку. И я не очень понимаю пока, но у меня такое ощущение, что тут тоже может быть детка. Ну, либо там будет бутон. Ну, больше на детку похоже. Он такой плоский. Вот. Тоже я очень этому рада. Я никому деток не обещаю. Не надо в очередь записываться. Я не знаю, что я себе буду оставлять. И как вообще все это будет. Поэтому потом. Все потом. Если я захочу продать, я озвучу. Сзади. Вот. Вот на это у меня большая надежда. Это Сога Романтик от Сони. Он наверху у меня тоже вот дал. Тут был как один бутон. И он его сразу отжелтил. Я его прищепнула. Я надеюсь, что вот отсюда сбоку будет детка. Вот. Ну, и пробудил вот еще одну. Он вообще очень хорошо пошел в рост. Я ему... Не убирала торф стакан. Ой, не торф стакана, а маховой. Я его чуть-чуть распушила. На дно кинула кору. Так его и поставила. И тут просто притолкнула сбоку кусочек волокна, чтобы не шатался. Вот. Он корни начал хорошо растить. Видите? Вниз туда. Вот. Я наливаю полной воды на одну секунду. И сразу же сливаю. Вот. Вот мой смарт. Тут уже теперь видно точно этот листик. Честно, я хотела сломать. Потом думаю, ладно, пару дней оставлю. И потом я увидела, что листочек растет. Вот прям это тоже радость моя. Любовь моя. Не знаю, тоже мне очень нравится эта бабочка. Прям обожаю. Так, как бы залезть еще выше. Вот. Здесь у меня прямо... Не бойтесь, не сгорит от лампы. Они у меня не мощные, не греющиеся в пластике. Поэтому нормально. Переставила с подоконника в дальней комнате. Мои веснушки три липс. Вот уже такая большая детка. Тут у меня такой был трехголовый. А вот уже прям такой, видите, хороший листочек. Тут я все упорно у вот этого три липса прошу детку. Он сверху тоже пока не знаю. Я там все обламывала, потому что все цветоносит. Тут моя Тамара. Здравствуйте. Прям сюда лезет. Опа-опа. Так. Здесь, кстати, тоже. Тоже, тоже. Я жду хороших новостей. Вот тоже у меня тут цветонос вылез. Я его сломала. Видите, под почкой вот как вылазит сбоку детка. Ой, это... И цветонос, наверное. Ну да. Хотя, шестой кончик тут тоже как-то вот разворачивается. Это моя белая бабулетка. Это вообще... Это я там не дышу, жду. Извините, что такая съемка, конечно, кустарная. Так. И это у меня моя желтая коровка. Второй детки я там пока не вижу. Но это развивается. Это меня радует. Я их засунула вот сюда на верхнюю полку, куда вообще не залезет никто, чтобы сын не сломал деток. И я опять не плакала. А еще здесь, раз я уже тут. Вот моя бабочка, которая у меня стояла листьями в воду, которую я купила на 3500 подписчиков. И она у меня решила скинуть все корни и сдохнуть. Вот. Она у меня долго стояла в воде. Потом я ее перевернула. Вот видите, корень. Их таких несколько. Я сначала... У нее тут большой подиум в этих горшках, да? Я ее поставила попой на этот подиум. Еще на кусочек коры. Обложила ее, обкрутила волокном. Так, чтобы она не доходила дошла. А, и вот, кстати, сверху я корень вижу. Положила сбоку волокно, так, чтобы доставала до низу и поднимала влагу наверх. А потом, когда увидела, что тут самые верхние корни недополучают, еще присыпала самой мелкой пеньей с чипсами. Вот. И она вот вырастила у меня вот такой листик. Жду второго и жду роста большего корня. Думала прощаться с ней, честно. Несколько раз я не купила еще раз такую же. Вот. А вот это, кстати, у меня триллипс, который там, мне кажется, будет еще детка. Но я не уверена. Ой, пескара моя цветает. А я только залезла ее показать. Ну, в общем, забываю, который год показать. Она у меня цветет раз в два года почему-то. Люблю я ее, она очень крупная. Я продала бабочку альбуфейеру в порыве сокращения коллекции. Давно хотела сделать, не жалею. Хотела оставить себе одну подобную и оставила. Мне больше пескары форма нравится. Я еще так сократила. Знаете, что если петух клюнет мне обратно, то мне проще будет найти бабочку альбуфейера. А вот тут у меня вот такой красивый плющ висит. Он не плющ, его так в народе называют дьявольский плющ, а вообще это эпипремнум. Вот. Он у меня на кухне висел, я его могу показывала. Сейчас я его поставила сюда, чтобы немножко добавить зелени на полку. У меня такая съемка кустарная. Как-то я вообще сегодня что-то не особо подготовилась, потому что мне надо идти варить суп, идти в магазин, стирать, разбирать детские вещи. У меня сегодня первый выходной. Мама должна отдохнуть. Сейчас там список из сорокадел. Вот. Скоро приедет сестричка мужа с племянницей. Ой, ну я прям думаю, что вы знаете, и вот с этой тоже получится. Я очень надеюсь на вот эту вот пипку. Вот это порадовало, вот этого я не видела, кстати. Все может быть. Тут у меня моя моя сзади. Тоже мне деточку просили. Я мазала ее. Ну не знаю, она такой лист крупный растет уже. Знаете, она уже совсем такая на подростка не тянет. Просто единственное, что до сих пор еще в маленьком вазончике. Вот. А тут вон корни спалит. Это детка Бомонда Пилора. Она у меня была на материнском пеньке. Вот. Ну пенек, когда я детку отделила, все-таки пропал. Не захотел детей давать. Было два бутона. Один я снесла. Этот я вижу пилоричный будет. Вот. А тут, к сожалению, отломала, будто он поливала. Поливака номер один. Вот. Сейчас попробую не отломать ему. Еще один. У него очень толстые корни. Они просто как мой мизинец. Вот такие огромные. Вот. Хорошенькая. Там было два растения в горшке, когда я купила. А оказалось, что это не два растения, а такая... Вернее, я думала, что два растения, а потом увидела, что это детка такая огромная. Вот. Мне подходит расклад, в котором... Это болт от паровоза сына, который я прячу, чтобы он его не видел. Потому что отверстий там меньше, чем болтов. Этот болт откуда-то он с улицы принес. Он всегда начинает очень злиться, когда уже некуда его крутить, а болт еще лишний остался. Поэтому мне пришлось его спрятать. Но на случай, если он потеряет свой, у меня тут будет запасной. Раньше они лежали на полку ниже, то он уже туда достает. Поэтому я поменяла. В общем, у меня тут такая картина. Тамару поставила сюда. Вот мне нравится ходить в комнате. Она тут сверху висит такая красивая и цветет. Она дорастила у меня один бутончик. Вот такая моя красотуля. Так, надо закругляться. У меня видео получится длинное, я так понимаю. У меня там уже куча видео снято про этот фитиль. Главное, чтобы все потом получилось монтировать. Потому что я все делаю на телефоне. Нет у меня желания все сбрасывать на компьютер, монтировать и опять загружать. У меня все просто. Программ на iPhone достаточно. В общем, я прям тут монтирую. Вот такая моя красота. Тут цветов стало поменьше. Тут кто-то попереезжал сюда даже. Вот теперь у меня тут дети. Вот растут под лампой. Ну, в общем, стало ухаживать удобнее. Так, пошли смотреть на пениф. А еще смотрите, какая уже большая деточка у сока даймонда. Она прям такой листик крупный выдала. Она у меня тут, я ее поменяла место. И она так стоит далеченько, я не обращала внимания. Но это прям неплохой размер. Согласитесь, еще один листочек. Да, она практически 1,7. Ну, главное, конечно, чтобы корни начала растить. Я тут ничего не говорю. Вот. Вот такая прям. Нежданно-негаданно. Тоже напомню, что она мне дала вот эту вот пипку. И тут и прям из-под чешуйки был один бутон. И я думала, что это такой цветонос. Вот. Но бутон я сняла и решила не трогать. И тогда она начала развивать ее дальше вот в такую прекрасную деточку. Поэтому я жду корней. Еще вам немножечко добавлю цветение Феррары своей красавицы. Мне кажется, ее много не бывает. Она очень-очень красивая. Ее форма, конечно, просто невероятная. Вот это FM329. Видела тоже цветение бабочек. Я в домашнем уже. Да, неплохая альтернатива, конечно. Потому что Феррара более дорогая и не так часто встречается. Но все же она... Мне она нравится больше, конечно. Единственное, у нее такой сорт, конечно, у кого-то вообще кто-то горе не знает. Но у большинства он развалился. И имеет проблемы с корнями, рианимахи. В общем, и все такое. Моя потеряла какое-то количество корней. Немалое, скажу. Вот. Ну, я ее покупала и решила, что плакать за ней я не буду. Страдать не буду. Годами реанимировать тоже я этого не буду. В общем, как есть. Чай сбросила. Доставать ее не стала. Не хочу реанимашку заработать. Доставая, конечно, проблемные растения из их посадки. Даже непроблемные растения, да? Когда вы пересаживаете орхидею, она при адаптации всегда, в моем случае, вот всегда, как бы аккуратно я ее не пересаживала, ломала, не ломала, стойкий-нестойкий сорт, всегда какой-то из корней пропадет. То есть при следующей пересадке, когда я достаю, всегда есть, ну, один какой-то пропавший корень. Когда вы вытягиваете орхидею с проблемными корнями, у которой и так два несчастных корня, очень велика вероятность, что после посадки она их отсушит. И тогда вы получите такой себе проблему. Получите просто проблему на годы. Вам придется минимум два года с ней воевать, для того, чтобы она даже не зацвела, просто стала похожа не на половую тряпочку, а на растения. Наращивать корни с нуля – это, ну, такое себе удовольствие. Мы же их покупаем, чтобы они нас радовали. Поэтому я очень в крайнем случае вытягиваю, особенно если все плохо. Вот. Очень-очень редко я это делаю. Если вот вообще я знаю, что я достану, то, знаете, чуть ли не без субстрата буду ее выращивать там типа листьями в воду. А так я решила оставить. Пусть те корни, которые остались, остаются. Пусть идут новые. Когда новые нарастут, я ее тогда пересажу и обрежу все, что пропало. Вот. Вот такая она моя красота Феррара. Вот тут на заднем плане поливается. А мы приступим вот к чему. У меня тут еще, кстати, на заднем плане гортензия вот такая красивая. Вот у меня еще такая красота на заднем плане. Друзья дарили на день рождения. Очень мне нравится этот цвет. Этот вообще обалденный. Такая. Это как раз то, с чем я сравнивала свою розетту Беглипчика. Обожаю гортензии. Так. Ну вот кто. Ну вот кто. Какой красавец. Первый цветок это прям легата. Я влюблена в этот сорт. Пилор просто шикарный. Мне он очень нравится таким светлым. Тут такие яркие желтые акценты есть. Очень красивые. Легкие-легкие. Видите, тут где-то такой рисунок вот сбоку. Как будто карандаш, пастель кто-то где-то вот разрисовывал. Чуть-чуть легкие мазки. Внутри тоже белый такой с персиковым. Очень светлый. Вот тут красиво тоже все это. С той стороны такой немножко. Вот с этой стороны прям такой легатовый цветочек. И в отличие от легата, который цвести не хочет у меня, цветет раз в два года. Этот зацвел сразу. Причем я очень ждала это цветение. Потому что у меня он цвел с одной стороны, а цветонос выдал с другой стороны. И вот, кстати, на первом тоже пробудил почку. А вдруг есть надежда. Пока не загадываю. Такая она пока пухленькая. Непонятно, что она хочет. Второй же более яркий. Это тоже тут что-то должно быть немножко бордовое на нем. Вот я когда увидела, что бутоны формируются таким планом треугольным, я обрадовалась. Потому что растение на один цветонос это всегда сюрприз. Кем же будет второй с другой стороны цветонос? Потому что даже те, кто покупался на три цветоноса, есть девчата, писали, представляете? Три цветоноса, полная мутация бабочек. Первое домашнее цветение ни одной бабочки. Все простяки. Ну, не пениф, а вообще я имею в виду. Вообще мутанты. Поэтому, когда мы жалуемся на садовников или на продавцов, то о чем, собственно, говорить? Вот вам, пожалуйста, купили цветущую на три цветоноса. И вообще намека на мутацию нет. Смотрите, какие красивые тут в сполохе. Очень красивые. Ой, внутри вот это прям, прям божественно. Тут такой чуть поярче эти сполохи. Низу рюши. Яркая губа. В общем, сорт бомба. Сборы у нас сейчас на бабочку есть. Бабочка, я вам скажу, упала в цене раза в два. Когда-то тоже порвалась у меня рука. Я вообще сейчас, честно, смотрю на свои, которые дорогие бабочки, думаю, где были мои мозги. Не, ну я рада, что они у меня есть, конечно. Но не должны цветы стоить. Миллионы не должны. Потому что я вот девочке знакомая писала. Дело в том, что дома они радуют одинаково. Что за 10 тысяч, что за тысячу. Главное, покупайте за тысячу цветок, который вам ну очень нравится. И если уже не разонравился, то продайте его лучше тому, кто будет его любить больше вас. Оставьте у себя тех, кого вы любите. Есть даже дорогие цветы, очень дорогие, перестают нравиться. Ну вот лучше продайте. Освободите место. Получайте удовольствие от того количества растений, которые вас очень-очень радуют. Вы облегчите себе жизнь. Хотя есть, конечно, такие плюшки, у которых 700 штук, а им все равно мало, и всех любят, и по 15 дублей. Я не осуждаю. Ну это все мы разные. Кто-то вообще любит белых орхидеи набрать себе тонну. Просто одни крупные, одни мелкие, тебе глипы, еще что-нибудь. И одни белыми заставить, потому что красиво в интерьере. И это красиво. Все орхидеи красивые. Вот. А мы уже там по вкусу себе выбираем. Вот такой красавец вам в конце показала я. Вот. В следующем, наверное, выйдет все-таки видео о фитиле. А возможно, я его продолжу снимать еще. Покажу вам что-то другое. Надеюсь, у меня на это будет время. Спасибо вам всем за компанию. Рада была опять с вами поболтать. Мира добра. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok